Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я бы вам хотел рассказать о том, как лучше всего воевать против прыгунов, потому что многие ребята всегда пишут у меня в группе, в комментариях, типа вот застрял на одном и том же этапе уже очень давно, вечно попадаются прыгуны, и только из-за одного прыгуна не могу просто пройти целый этап чемпионата. В общем-то, сегодня я вам покажу такие самые более-менее нормальные тактики, которые я нашел против этих прыгунов, и, в общем-то, надеюсь, вам этот ролик поможет, и вы, наконец-таки, сможете пройти, ну, следующий этап чемпионата. Самую первую тактику я вообще, на самом деле, реально недавно нашел, она такая достаточно странная, но все-таки она мне реально помогла, я убил, получается, у меня 7 прыгунов было в этапе, я всех их убил с помощью этой тактики. Сейчас я пролистаю до этого корпуса, соберу полностью эту машинку, и, в общем-то, вам уже покажу, расскажу, как ей пользоваться. Надеюсь, у меня вообще будет хватать вещичек для того, чтобы, как бы, ну, ее полностью собрать, потому что недавно продавал много оружия, много колес для того, чтобы мгновенно пройти этап. Так, получается, вот этот корпус у меня был, потом я брал на него. Тут неважно, на самом деле, ну, я вот это, наверное, сейчас поставлю, но советую вообще лучше всего ставить все-таки, наверное, получается, лазеры, потому что я сам с лазерами играл, и так неплохо получалось. Так, у меня, получается, тут что? Все, немножечко остается же энергии, да, так что, по-моему, на кое-что еще у меня хватит. Мне нужен один реверс, вот, потому что для этой тактики реверс тоже неплохо так работает, и, если честно, очень тоже выручает. Вот как раз-таки он. И спереди мы ставим одно маленькое колесико, которое тоже очень так неплохо поможет. Все-таки у меня ставят ракетницы и близнецы, но я вам советую ставить все-таки лазеры, потому что вообще идеально под лазеры просто подходят. На самом деле, все эти тактики, конечно, будут, ну, чисто основаны на том, то, что у вас тоже будет тачка более-менее нормальная, и вы не будете проигрывать там по урону, потому что, ну, если у вас тачка не очень, и вы реально проигрываете по урону, то, конечно, у вас не получится победить этого волна, прыгуна, или там проныру и тому подобное. Я, на самом деле, не знаю, сколько у меня здесь соперников. У меня вообще сейчас 16 этап, и тачка точно не под 16 этап, но давайте посмотрим. В общем-то, вот у нас первый прыгун, и вот видите, он тупо в нас просто упирается, и ему, как бы, не получается меня перелететь и убить. Вот этот вот, например, парень, он также бы на нас залетел, но когда у меня бы стреляли уже лазеры, он, получается, бы, ну, мой лазер как раз-таки задел его, потому что он на меня залетает, ну, если залетает, то он все равно упадет с меня, и как раз-таки лазеры в этот момент должны в него стрелиться, потому что сколько прыгунов мне не попадалось всегда, даже те, которые залетали, они всегда, конечно же, падали с меня, и как раз лазеры в этот момент в него стреляли. Ух ты же, это чё? Пирамида такая потная. А, так, вот тоже прыгу, но, видите, они перелететь, в общем-то, не могут вообще никак. Вот, например, вот этот парень, видите, он как раз-таки спустится в тот момент, когда будет у вас стрелять лазер. Вот этот парень вообще, вот прям жёсткий пример был тому, как вообще типа будут работать лазеры. Вот, но лазеры должны у вас быть более-менее мощные, чтобы хотя бы хватило на один выстрел у вас хп, и вы смогли убить его на, ну, либо же на два, чтобы у вас выстрела хватило. Вот такие вот примерно, ну, такая вот примерно мощность должна быть. Вот можно посмотреть, также прыгунов поискать получается здесь, но я думаю, здесь мы вряд ли кого-то встретим из прыгунов, потому что искать придётся долго, ну, в общем-то, денежки у меня вроде бы есть, немного придётся потратить, ну, в общем-то, кого-нибудь найдём. Вот, например, вот этот парень. Вот, видите, он тоже так нормально летит, и мы всё равно как бы его можем убить на изи, как бы и вообще всё будет очень спокойно. Если бы у меня был, конечно же, катер, он бы меня спокойно перелетел там и тому подобное. В общем, вот такая вот первая, ну, не очень сложная тактика, я её вообще недавно, на самом деле, нашёл, она мне очень понравилась именно против прыгунов и вот прям вдохновила на снятие вот этого ролика. Идём дальше. Дальше, наверное, все вот эту тактику знают, это обычный титан, и, в общем-то, его мы ставим на маленькие какие-нибудь колёса, либо же вообще ставим без колёс. Вот, например, вот этот вот достаточно неплохой. Поставим на него два ролика. Ну, для начала, наверное, ну, давайте два ролика поставим, потому что здесь у нас нет, получается, места для реверса. Так что лучше всего будет здесь поставить два ролика. В общем-то, обычно всё-таки бывают такие моменты, когда вас могут снести, конечно, эти прыгуны там, например, ну, реально как-то бывает так, что они просто нереально жёстко быстро летят как-то вперёд и вот просто берут и спокойненько переворачивают аж целый титан. То есть это, ну, реально там у них очень мощная такая сила, которую фиг кто победит. Вот ставим вот так вот и, блин, надеюсь, что у меня все ракетницы будут попадать, потому что что-то они немного так высоко стоят. Ну, ладно, давайте посмотрим. Прыгуны здесь были, так что мы сейчас их поищем. Вот, например, этот. Вот. Ну, его он не переворачивает и мы даже его практически выигрываем. Так что вообще очень даже хорошо. Так, ищем дальше вот этого, например. Отлично, это тоже так нормально летит. Вообще хорошо. Видите, пока что никто перелететь не смог из прыгунов. Так, это не то. Вот этот парень. Но это не прыгун был, это не прыгун был. Он, видите, у него нитро снизу стояло, так что он снизу. Вот этот вот прыгун. Ну, он нас убивает с одного удара, хп не особо много. Вот, видите, вот этот чувак нас перевернул. Скорее всего, это из-за огромных колес. Но еще есть, получается, с титаном еще одна такая более-менее интересная тактика против прыгунов. Давайте сейчас вам тоже ее покажу. Мне понадобится для этого другой немного корпус. Надеюсь, он у меня имеется. Я все-таки вам эту тактику тоже смогу показать. Давайте-ка поищем. Такс. Ну, вот это был бы неплохой корпус. Но, видите, на нем слишком высоко стоят слоты для оружия. Так что мы возьмем, наверное, вот этот. И надеюсь, то, что энергии у меня хватит, чтобы засунуть сюда две пушки. Хотя, все-таки, думаю, не хватит. И придется одну сувать. Ну, это особо не важно, потому что все-таки саму суть этой тактики я вам показать смогу. Такс. И вот это, наверное, да? Нет, недостаточно энергии. А где у меня еще одна? А, вот она, ракетница. Что-то я ее потерял. Все-таки хватило отлично как раз вровень. И сейчас мы можем уже не ставить никакие колеса и тоже смотреть с этими чувачками чудо, как у нас получается. Такс. Такс. Вот. Вот так вот отлетаем назад. И, собственно, тогда вас точно уже никто не перевернет. И сами вы тоже не переворачивайтесь от того, что вы ударяетесь об стенку. У вас там немножечко уже такая опора есть, если он все-таки вас будет переворачивать. Так что это вообще просто самая классная тактика против прыгунов, я считаю. Тогда уже точно 100% вас не перелетят. И все будет просто замечательно. И любого прыгуна вы сможете спокойно замочить. Вот. Видите? Никто вообще даже вас перевернуть ничего не может. Ну, просто урона слишком мало. Ой, хп у меня. Из-за этого я прям точно показать вам не могу, чтобы вы прям видели. Ну, вы сами видите то, что, ну, просто мы ни от чего там не перевернемся. И волонейцы нас не перелетают. И потом убить нас все-таки не смогут. Вот, в общем-то, такая была третья тактика интересная. И, на самом деле, хотел бы вам сказать то, что вы можете, если, конечно же, уже добрались, получается, до... какого там этапа, до 20-го, ну, на первом престиже тогда. Ну, не на первом, это получается до того, когда у вас вообще нет престижа. И на золотых деталях очень часто встречаются прыгуны. Именно в большинстве случаев ребята останавливаются вот на этих вот этапах. И хочу сказать то, что как только вы переходите на 20-й этап, тогда у вас открываются близнецы. И лучше всего я вам советую использовать именно близнецы, потому что против прыгунов, даже если они у вас перелетят, это будет просто нереально. Ну, просто против прыгунов это, типа, контратака, можно даже так сказать. Просто идеально подходит. Ну, как бы, ну, спокойненько будете просто убивать. Чего вам вообще, не заморачивайтесь, эти близнецы вас будут просто очень жестко спасать против этих прыгунов. И, на самом деле, еще есть, конечно, очень простая тактика против прыгунов. Это создать тоже прыгуна и тоже, как бы, против прыгуна играть. Прыгун на прыгуна получится, и в итоге, скорее всего, выиграет именно тот, у которого будет, получается, больше урона и больше здоровья. То есть, там уже более-менее равный бой. Ну, и тогда уже посмотрите, прокачать немножечко тачку нужно или нет. Но все-таки большинство используют последнюю тактику, делают тоже прыгуны, и в итоге прыгунов все больше и больше. И даже сейчас я вот только перешел на золотые детали, у меня там какой-то, вот, 16-й, вторая звездочка золотая. И тут уже вот реально очень много прыгунов. Давайте даже посмотрим. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять прыгунов на 13 противников. Но это еще более-менее хорошо. Вот до этого у меня было, там вообще была полная жесть. И хорошо то, что у меня была тоже такая неплохая тактика против прыгунов. Это вот этот вот луноход. Я не знаю, почему, но именно луноход не дает им как-то перелететь себя. То есть, я вот сейчас вам покажу. Может быть, все-таки получится тоже еще одну тактику для вас показать, если честно. Я что-то даже забыл совсем про нее. Но давайте, в общем-то, сейчас я попробую собрать для вас луноход, с помощью которого я тоже неплохо так валунов наказываю. И получается очень даже неплохо. Ну, не валунов, прыгунов. Я вот просто привык все-таки назвать их больше валуны, потому что, ну, не знаю, что-то валун как-то сам, валун, прыгун, они даже рифмуются из-за этого всегда путаю. Ладно, ищем луноход. Он практически в самом конце. Очень тяжело листать, получается, эту вот ленту на компьютере мышкой, и она очень долго листается, если честно. Ну, сейчас попробуем по-быстренькому все это сделать. Просто немножечко нужно попотеть, чтобы это замутить все. Корпусов достаточно много, потому что я их не продаю. Ставки нужно проверять, вам выкладывать, чтобы вы тоже выигрывали вместе со мной. Отлично. Вот у нас получается вот этот вот луноход. Потом, что у нас там по колесам-то было? По-моему, спереди у нас был маленький липкий шкив, и сзади у нас стоял скутер. Ну, они все были золотые, потому что только перешел, у меня сразу золотые детальки уже выпали. Такс, и ищем вот это вот колесо. Потом мы берем, получается, наш ковшик золотой. Я не знаю, вообще, на самом деле, без разницы, что вы будете использовать. Можете даже реверс попробовать, потому что тоже будет неплохо против, получается, волнов. Но это если у вас колеса такие поменьше, и вы ехать практически не будете. Так, теперь ставим вот это вот сюда, по-моему, если не ошибаюсь, и вот это вот сюда. И можно уже отправиться в бой. Можно даже, помимо этого, посмотреть, что там другие чувачки из себя представляют. Так, ну, этот парень нас выносит, потом дальше смотрим. Ну, тут немного урона не хватает, можно будет потом прокачать. И вот все-таки у нас попадается валун. Видели, да? Перелететь все-таки не смог, и на самом деле это классно. Вот это вот уже нас немножечко перелетает, но близнецы все-таки до него достают. И это, на самом деле, очень классно. Вот смотрим дальше, что у нас там еще есть. Вот этот вот тоже. А, это не летун же, я что-то совсем забыл. Так, а где там еще-то был? А, вот он. Этого мы тоже убиваем. Видите, они как-то, знаете, как-то зависают, что ли, на верхней... А, вот это вот, кстати, парень нормально так нас перелетел. Если бы у меня сверху вот эта не стояла ракетница, то бы все даже сложилось для меня очень-очень плохо. Но можно, конечно, здесь ее немножечко модернизировать и сделать так, чтобы прям чисто против она была. Вот этих вот прыгунов. Так что давайте посмотрим. Мне нужно, получается, взять реверс и попробовать уже вместе с ним. Хотя что-то у меня с реверсами вообще, да, проблемы, я так понимаю? Придется такой брать. Ну, ладно. Хотя, может быть, у меня тут был, по-моему. Один все-таки был у меня военный, я же помню. Ага, вот, ставил, забыл совсем. Так, мы берем его и потом можно поставить уже колесики поменьше. Например, взять, получается, два супер маленьких ролика. И вот как раз таки с ними будет вообще неплохо, я думаю. Она вообще двигаться не будет, получается, наша тачка. И все будет просто замечательно. Сейчас самое главное найти эти ролики и вам уже показать, что эта тактика из себя представляет. Берем ролики. Хотя у меня там сзади есть еще помощнее. Давайте немного перемотаем. Ух, как же тяжело все это мотать на компьютере. Такс, и потом для лунохода у меня тут вот есть такой ролик. Отлично. Давайте сейчас посмотрим, что из себя представляет эта тактика. И должно быть вроде бы все замечательно. Отлично. Вот сейчас она уже более-менее. По-моему, ни одна ракетница не промахивает, так что все ок. Ну, давайте посмотрим. Отлично. Немного урона прокачать, и он нас точно уже не перелетает и просто супер. Вот этот парень нас не перелетает, мы его благодаря этому выигрываем. Отлично. Вот все-таки вторая ракетница только попала в этого парня, и он сразу получается мне проиграл. Очень хорошо. Меня это радует. Смотрим, вот еще у нас... А, это не прыгун, это же у нас просто... Чувачок, сколько же у него хп-то как много, это вообще жесть. А вот этот парень... О, вот этот нас тоже не перелетает, и мы благодаря этому его выигрываем. А вот этот все-таки все равно залетает, но мы его выигрываем. Все-таки один все равно залетает, но он вообще какой-то странный, у него какие-то мега-колеса. Давайте еще раз на него посмотрим. Это странный тип все-таки этого прыгуна, который и сносит, получается, у нас и титана, и против этих тачек он не очень, потому что... Ой, он очень наоборот даже. Он на них залетает вместо того, чтобы, получается, снизу как-то быть. Так, вот этот, да? Ага, вот. А, нет. Или да. Да, это он был. В общем-то, видели, у него, получается, вместо колес стоят липкие диски, и, получается, липкий, по-моему, стоял еще шкив. То есть, у него такие липкие колеса, у которых сцепление более-менее классное с дорогой, из-за этого они, скорее всего, заезжают и на нас, и получается вот такая вот не очень классная штука. То есть, вот этот вот валун, я против него что-то даже не знаю, что подобрать, но все-таки, наверное, с ним легко справятся вот эти вот близнецы, как я вам уже говорил. В общем-то, я вам рассказал в этом ролике, как уже более-менее справляться с этими прыгунами, которые уже многим надоели. Там уже куча мемчиков про эти прыгуны, и вот реально просто все их не любят. Хотя, в основном, все те, кто их не любят, они начинают их тоже использовать, и в итоге их еще больше становится, и на самом деле происходит просто какой-то вирус просто, как его называют. Вот. Все пробуют этими прыгунами играть, и в итоге вообще очень много ребят. В общем-то, я вам рассказал в сегодняшнем ролике, как против них более-менее бороться, как их побеждать, наконец-таки, чтобы все было супер-пупер классно. Вы, наконец-таки, смогли мгновенно пройти целый этап чемпионата, там не останавливаясь на каком-то одном валуне. То есть, если вы считаете то, что у вас там очень жестко уже начинаются валуны, например, вот золотой, там карбоновый этап, ну, и тогда уже вам все-таки нужно начинать делать именно те тачки, которые вам сейчас показал, потому что там валунов, ну, просто огромное количество. Вот. Я сразу почувствовал, как только перешел вот эти золотые детали, то, что валунов, ну, просто огромное количество стало. Так что лучше всего начинать уже именно в этот момент делать вот такие вот тачки. В общем-то всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, огромное всем спасибо, еще раз удачи и пока-пока.